Камера! Возьмите! Поехали! Про чудовища кентавров Про огромных динозавров Про далёкие планеты Метеоры и кометы Все тайны огромной вселенной пора разгадать Хочу всё знать! Можно ли пройти все игры? Видеоигры — гигантская индустрия с многомиллиардным оборотом И эта индустрия может вас убить Ага, буквально В 2005 году житель Южной Кореи Ли Сион Ксиоп Доигрался до сердечного приступа И умер в одном из интернет-кафе Выяснилось, что до этого он 50 часов почти непрерывно рубился в Старкрафт И этот случай не уникален Согласно статистике, в различных странах от 3 до 30% геймеров страдают от игровой зависимости Конечно, клиническая игромания — следствие множества психологических проблем Но разработчики особенно популярных сегодня онлайн-игр сажают вас на иглу намеренно Дело в том, что мозг рассматривает виртуальные предметы, с которыми вы встречаетесь в виртуальном мире, как вполне реальные И, в общем-то, так оно и есть Фраза вроде «ты тратишь всё свободное время, пытаясь заполучить меч, которого даже не существует» в действительности некорректна С точки зрения психологии, если на то, чтобы заполучить некий предмет, вы потратили время, усилия и умения То он для вас становится ценным независимо от того, что это — новые кроссовки, бриллианты или набор ноликов и единичек И вы всегда можете продать этот набор за вполне реальные доллары или евро Именно поэтому для многих профессиональных геймеров игра давно стала работой Всё как на заводе — десятичасовая смена, перерыв на обед и план производства Нужно найти как можно больше ценных артефактов, чтобы потом подороже их продать Так что, фактически, комплект доспехов для игры World of Warcraft от… бриллиантов ничем не отличается При этом доспехи не только красиво выглядят, но ещё и защищают вас от орков Подсчитать точное количество всех игр, когда-либо созданных для всех модификаций компьютеров, игровых автоматов и консолей, невозможно Также нет никаких шансов определить, сколько времени нужно для их прохождения Ведь многие из аркад или головоломок, вроде Тетриса или Змейки, вообще не предполагают финала Так, например, в оригинальном Пакмане было аж 256 уровней Последний из которых не получалось завершить из-за так называемой ошибки переполнения А вот пользователи самых популярных приставок конца 20-го века всё же вели кое-какую статистику Для Atari, Sega, SNES, Game Boy, Nintendo и её аппаратных копий, вроде известной в России Dendy В сумме было выпущено примерно 5000 игр Функции сохранения в таких аппаратах не было Да, когда жизни сгорали, приходилось всё начинать заново Но если всё делать идеально, большинство релизов давали максимум пару-тройку часов геймплея Так что теоретически для прохождения всех 5000 игр вам нужно не выпускать джойстик из рук примерно каких-то два года Без перерывов на сон, еду и прочие физиологические потребности При этом даже Супер Марио нужно будет пройти целиком с первого раза В общем, для прохождения всех существующих игр одной жизни точно не хватит Так что вот вам под конец любопытный факт Если сложить все часы, которые геймеры провели в онлайн-шутере Fortnite за первые три года его существования Получится более 10 миллионов лет То есть общее количество времени, потраченное на одну только эту игру Намного больше, чем время существования людей как отдельного биологического вида Как попасть на Северный полюс Уникальный уголок планеты с бесконечными снежными просторами Голубой лед и кристально чистый океан Царство диких белых медведей Место, где день и ночь длятся практически бесконечно Северный полюс Ваша любовь растопит наш лед Мда, рекламка что надо Это мы сами сделали во время пандемии коронавируса Ну а что? Северный полюс Реально классное направление для отдыха на карантине Самолеты туда все равно не летают Никакую визу оформлять не надо И даже на таможне стоять не придется А закрытые границы вообще не проблема для места, которое официально находится в нейтральных водах Способов попасть туда несколько Самый простой авиация Сначала самолет до российского полярного лагеря Борнео А дальше на вертолете На все про все нужно 3 дня и 2 миллиона 156 тысяч рублей Неплохой вариант для тех, кто экономит время и просто хочет поставить галочку Второй способ более атмосферный Каждую зиму туристический рейс на Северный полюс совершает атомный ледокол 50 лет победы Судно с ядерным реактором на борту выходит из порта в городе Мурманск и бороздит просторы Ледовитого океана 13 дней Бронирование билетов начинается за полтора года Да, желающих сфотографироваться с белым медведем и окунуться в прорубь с бокалом шампанского в самой северной точке планеты немало На борту к услугам пассажиров ресторан, два бара, библиотека, музыкальный салон, спортзал, сауна и плавательный бассейн с подогретой морской водой В общем, полный all-inclusive Самая скромная одноместная каюта обойдется в 2 миллиона 370 тысяч рублей Ну а для самых отмороженных, в прямом смысле слова, есть 16-дневный лыжный поход Старт все из того же полярного лагеря Борнео А дальше ночевки в палатках, часовые переходы и в конце праздничное вручение сертификатов о покорении За все про все 4,5 миллиона, потому что сопровождать вас будет команда профессиональных гидов-полярников А то мало ли, заблудившемуся на Северном полюсе компас не поможет Ведь куда бы вы ни направились, путь всегда будет лежать на юг А еще там буквально ни на что нет времени В точке полюса сходятся все часовые пояса И каждый турист или ученый выбирает себе любой по вкусу День там все равно длится полгода Дело в том, что Земля вертится вокруг воображаемой оси И все другие географические точки, кроме полюсов, вращаясь по окружности Оказываются то на солнечной стороне, то на теневой А Северный полюс не вращается, а как бы крутится на месте И его сутки это один календарный год Шесть месяцев день и шесть месяцев ночь Так что про день и ночь, которые длятся практически бесконечно Это мы вполне серьезно Приезжайте, не пожалеете Хочу все знать Что такое электричество и откуда оно берется Это шестисотый год до нашей эры Греция, кругом войны Люди только-только научились худо-бедно работать с металлом Появились первые небольшие города Полис А философ Фалес Милецкий в этот момент уже изучает свойства электрона Хе, да этот парень опередил время на пару тысячелетий Скажете вы? Но нет, он лишь случайно обнаружил, что пыль и шерсть домашних животных Очень хорошо прилипают к изделиям из янтаря А на греческом слово янтарь так и звучит электрон Конечно, объяснить явление мудрец из Милета не смог Заявив что-то вроде У всех предметов, очевидно, есть душа Тогда это звучало вполне логично Первое более-менее научное объяснение феномену Спустя аж две тысячи лет Сможет дать британский физик и врач Уильям Гилберт Который официально введет понятие электричества Взяв за основу греческий электрон Именно с этого момента начнется история его изучения Сегодня опыт с натиранием эбонитовой палочки шерстью Знают все школьники планеты Суть в разнице потенциалов, которые создает электрическое поле Статически заряженная палочка, получившая от шерсти много лишних заряженных частиц Очень хочет их отдать И превращается... Ну, нет, не волшебную, конечно Но человеку, далекому от науки, может так показаться Без всяких там Вингардиум Левиоса Палочка может передвигать даже совершенно нейтральный листочек бумаги А теперь самое забавное Похожий способ добычи электроэнергии Который еще две с половиной тысячи лет назад Обнаружил греческий философ Используют до сих пор на большинстве электростанций Конечно, это очень условное сходство Статическое электричество и ток Вещи сильно разные И, конечно, никто не бегает вокруг гигантских палочек с мотками шерсти Но принцип похож Для упрощения процесса люди придумали турбогенератор В нем есть статичная, неподвижная часть Статор, сделанный из катушек с проволокой А вокруг него постоянно вращается ротор По сути, гигантский магнит Магнитное поле при вращении создает поле электрическое Заряженные частицы стремятся к положительному направлению этого поля И по специальным щеткам убегают в провода В результате возникает электрический ток Самая главная проблема Заставить ротор очень быстро вращаться И для этого, как правило, используется энергия тепла Видели старые паровозы? Внутри топка, над ней бак с водой Вода кипит, превращается в пар Пар вращает колеса На электростанции все практически то же самое Разница только в способе нагревания воды Где-то для этого используют уголь Где-то газ Где-то жар от цепной ядерной реакции На гидроэлектростанциях ротор вращают С помощью течения речной воды На ветровых потоками воздуха В общем, для того, чтобы зажечь лампочку Нужно, как правило, затратить какую-то механическую энергию К примеру, покрутить педали на велотренажере И если бы все электричество на планете Добывалось именно таким способом То никому бы не пришлось постоянно напоминать о том Что его надо экономить Так что, уходя, гасите свет Ну или хотя бы на электросберегающие лампочки Разоритесь